В объятиях тумана Иркутск встанул всю первую половину дня. Если большинство горожан просто удивлялись такому затяжному атмосферному явлению, то некоторых оно по-настоящему огорчило пассажирам двух самолетов, следовавших в столицу Восточной Сибири из Москвы, пришлось совершить незапланированный воежж в Улан-Удэ. Именно туда из-за тумана направили лайнеры. Тему транспортную мы еще затронем сегодня. И, конечно, во всех подробностях расскажем о центральных событиях Иркутской области. В эфире новости по будням. Здравствуйте. По традиции начнем программу с коротких анонсов от наших корреспондентов. Несовершеннолетняя девушка при задержании оказала сопротивление и нанесла несколько ударов сотрудникам полиции. Ее и несколько молодых человек подозревают в краже в одном из иркутских магазинов. Сегодня поговорим о детском бандитизме в Иркутской области. В Иркутской области все больше молодых людей жалуются на ухудшение зрения. С чем это связано? Из какого возраста пытаются предотвратить офтальмологические заболевания? Ответы на эти вопросы в День зрения искала Ольга Хармутова. Нашли способ заработка за гранью закона, за что и поплатились. В Иркутской области двое жителей Ангарска обвиняются в мошенничестве и незаконной рубке леса. Скоро расскажем, какой срок грозит подсудимым и кого они обманули. Обманули ожидания или нет? Я, Иван Занько, посетил несколько новых городских парков и скверов. Узнал, что такое пергола и выяснил, нравится ли иркутянам эти и другие новые городские объекты. Но начинаем мы с другой новости. В Иркутске задержали мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении детей. Все они были не старше 14 лет. О количестве пострадавших от действий злоумышленника пока не сообщается. Дело расследует военный следственный комитет Иркутского гарнизона. Его сотрудники не исключают, что будут установлены новые факты насилия над детьми и продолжают искать других потерпевших. Для этого фото с описанием предполагаемого преступника передали в школы столицы региона. Всех, кто пострадал от его действий, просят обращаться в ближайшие отделы полиции. Напомню, что в регионе продолжается розыск и другого подозреваемого в аналогичных преступлениях. В Ангарске жертвами педофила стали трое детей. Все злодеяния были совершены в одном районе города. Но бывает и так, что сами несовершеннолетние приступают закон. В Прибаякалии чаще всего те, кому нет 18-ти, совершают кражи. С начала года подростков 43 раза ловили за этим занятием в торговых центрах Иркутска. Последний инцидент отметится еще и нападением на правоохранителей. Все увидите сами далее. Ребята хотели что-то с коммуниздить, но и у них не получилось. Ребакуют на полицейских. На этих кадрах незапланированный финал популярной у подростков «Игры слабо». Группа молодых людей хотела незаметно похитить вещи из магазина в центре Иркутска, но не получилось. Охрана вызвала сотрудников полиции. Возможно, конфликт был бы быстро исчерпан, однако одна из его участниц, 15-летняя девушка, решила вступить в открытое противостояние со стражами правопорядка. Выражалась нецензурно, ударила рукой и сорвала маску с одного из полицейских. Итог такого поведения – щелчок наручников на запястье и поездка в отделение полиции. Там, как выяснилось, юную особу хорошо знают. Сотрудники полиции на протяжении нескольких лет ведут с ней системную профилактическую и разъяснительную работу. Важно отметить, что девушка неоднократно выходила из дома, объявлялась в розыск, полицейские искали, возвращали ее в семью. Мать несовершеннолетней привлекалась к административной ответственности уже в этом году за ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетней. Несовершеннолетних при Байкале в основном ловят за руку за повторные грабежи и кражи. Только с начала 2020-го подростки 43 раза похищали вещи из торговых центров Иркутска. Есть и рекордсмены. Недавно состоялся суд над малолетним угонщиком велосипедов из областного центра. На его счету 78 похищенных двухколесных коней. За подобные, а также особо тяжкие преступления, юные нарушители отправляются в единственную в регионе колонию для несовершеннолетних, которые находятся в Ангарске. Правда, стоит сказать, что количество заключенных там за последние 20 лет снизилось более чем в 6 раз. Сроки, по которым дети попадают в места лишения свободы, очень разные. Сегодня даже бывают ситуации, когда он может попасть на 2 недели по приговору, например, в ангарскую воспитательную колонию, потом выйти и вернуться домой. И за 2 недели провести большую, серьезную профилактическую работу и будет невозможно. Поэтому создана такая целая система. Это вопросы обязательного возврата на обучение, либо трудоустройство. Это работа с семьей. Ну и, собственно, вообще профилактическая работа, чтобы можно было быть уверенным, что ребенок не вернется на путь совершения преступления. Но не всегда это работает, и преступный рецидив случается либо сразу, либо когда подростки становятся старше. В данный момент в СИЗО Иркутска ждут своей участи 15 несовершеннолетних. Из них одна девушка. Повторять ли их путь, выбор остается за каждым. На скользкую дорожку вступить нетрудно, а оступиться и упасть еще проще. Олег Федоров, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Оступиться и упасть в воду в буквальном смысле могут ученики одной из школ Нижнеудинска. А все из-за моста, который ведет в образовательное учреждение, а он наполовину затоплен. Одна сторона путепровода просела в болото. Ситуацию усугубляют дожди. После них вода поднимается еще сильнее. Чтобы дойти сухим, нужно буквально совершать чудеса эквилибристики. В администрации города о проблеме знают. Там пояснили, что путепровод сделали местные жители. Поэтому мэрия не несет за него ответственности. Тем не менее, нам пообещали отремонтировать мост, когда опустится вода. При этом ходить здесь детям вовсе не обязательно. До учебного заведения из разных концов населенного пункта курсируют как обычные автобусы, так и специализированные школьные. Даже намеренно не рискуют касаться воды в реке Алха. Жители Шелиховского района она изменила цвет. Хотя еще накануне была чистая. Сотрудники Западно-Байкальской, Межрегиональной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и других ведомств выехали на место для отбора проб и выяснения причин. По каким причинам люди начинают плохо видеть и почему офтальмологические болезни в Иркутской области молодеют? Ко Всемирному дню зрения Ольга Харнутова подготовила на эту тему репортаж. Мы сейчас работаем только одними глазками. Итак, смотрим, ведем по траектории к красному. Эти упражнения дети из Иркутской школы номер 37 выполняют каждый урок по пять минут. Они воспринимают это как игру и, возможно, не понимают, что делают гимнастику для предотвращения болезней глаз. Такие пятиминутки не помешало бы вести во всех школах региона. В Иркутской области с каждым годом проблемы со зрением испытывают все больше молодых людей. Первоклассница Элина Кузьменко начала видеть плохо еще в детском саду. Когда хорошее зрение? Не совсем. В случае, пишите, конечно. Телефон много играла. Именно чрезмерная влеченность гаджетами – одна из главных причин ухудшения зрения у жителей региона. При том, что использовать такие устройства детям до трех лет вообще противопоказано. Где-то в 15 лет назад, где-то в полтора раза меньше было заболевания глазных болезней. По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый школьник имеет какие-то заболевания. В том числе, самое распространенное – это у нас близорукость или миопия. Вполне логично, что чем больше людей портят зрение, тем больше пациентов, желающих исправить ситуацию. Их число за последние 10 лет выросло в два раза. Параллельно совершенствуются и технологии помощи людям в восстановлении зрения. Теперь технологии шагнули так далеко, что пациенты, практически вставая с операционного стола, спрашивают – это все? Если раньше мы операцию делали через большой вот такой лоскут, через клапан, крышечку поднимали, выпаривали, то сейчас технология происходит через доступ всего 2 мм. Это совершенно быстро, так как очень маленький доступ, поэтому заживление идет быстро. Приходится осваивать и более узкоспециализированные направления помощи. У многих молодых пациентов зрение портится из-за сахарного диабета или сосудистых заболеваний. Остановить этот процесс также можно с помощью операции. В Иркутске их проводят на роботизированной лазерной установке. Для Сибири это оборудование уникальное. Оно уже помогло остановить потерю зрения тысячам пациентов. В год проводим 10 тысяч операций лазерных. Это среднее число. От 9,5 до 11 тысяч операций в год. У нас в среднем операции от 20, от 25 до 45 в день. Пока занималась подготовка репортажа, решила, что тоже буду каждый день делать гимнастику для глаз. Достаточно смотреть влево, вправо, в межброви и на кончик носа. А еще я запишусь к офтальмологу. Надеюсь, и вы после просмотра нашего сюжета тоже обратитесь к специалисту. Ведь мало слышать наши новости. Их нужно видеть. Ольга Хармутов, Андрей Назаров, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Если проблемы со зрением у людей наверняка будут всегда, то пандемия коронавируса рано или поздно должна закончиться. Но пока об этом мы можем только мечтать. С весны в нашей области подхватили инфекцию уже больше 20 тысяч человек. Только за последние сутки диагноз подтвердился еще у 146 жителей Прибайкалья. Больше всего новых случаев выявлено в Иркутске. В областном центре COVID-19 нашли у 28 человек. Немногим меньше инфицированных оказалось в Ангарске 24 и Братске 22. Всего же за сутки новые случаи заражения диагностировали у жителей 14 городов и районов Прибайкалья. Попороть коронавирус и возникшие на его фоне осложнения не смогли двое иркутян. Еще один инфицированный погиб от сопутствующих заболеваний. Один из основных методов остановить распространение COVID-19 – носить маски. Но также важно их правильно утилизировать, что делают далеко не все. Об этом говорит хотя бы то, что специальные контейнеры вывозят всего лишь два раза в неделю. Делать это чаще нет необходимости. Их просто не заполняют. При том, что в городе с населением почти в 700 тысяч человек установлены всего пять специальных баков для масок. Красные контейнеры с белым крестом для использованных масок и перчаток находятся возле стадиона «Труд» рядом с Центральным и Свердловским рынками вблизи бульвара Гагарина и на улице Новаторов. Кроме того, утилизировать средства защиты можно в трех точках Шелихова. Еще по одному баку находятся в Уссули-Сибирском и Ангарске. Дважды в неделю по вторникам и пятницам красные контейнеры опорожняют. Мусор вывозят на полигон твердых бытовых отходов, где в специальном крематоре маски сжигают. Не все граждане осведомлены о том, что есть такие контейнеры. Пока та статистика, которая у нас есть, этих контейнеров пока достаточно. Соответственно, если будет переполнение, мы доставим дополнительное после согласования с администрациями. Не администрация, а суд решит судьбу двух мужчин, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Камнем преткновения, как это ни странно, стал Прибайкальский лес. Еще в 2018 году двое жителей Ангарска приобрели предприятие, которое занималось геологоразведкой. Условия лицензии, которую имеет организация, давали право взять лес в аренду без проведения аукциона. В результате мужчины получили в пользование 95 гектаров тайги на особо охраняемой территории. На ней якобы должны были проводить исследования, но на деле злоумышленники занимались банальной заготовкой и продажей древесины на территории Ангарского и Усольского районов. От действий черных лесорубов пострадало более 8 тысяч деревьев, а ущерб в денежном эквиваленте составил более 23 миллионов рублей. Расследование уголовного дела уже закончено, его материалы переданы в суд. Многие лесорубы, не только черные, оставляют после себя на делянах мусор. В таком случае недалеко и до пожара. В этом году без серьезных происшествий не обошлось, однако огонь во многом пощадил тайгу. Сейчас пожароопасный сезон в лесах завершен и можно подвести некие итоги. Сгорела Москва. Площадь лесных пожаров в Иркутской области в этом году равняется площади столицы страны. И хоть в самих возгораниях нет ничего хорошего, один позитивный момент на этот раз все же можно найти. Огонь в 2020-м прошел по тайге площадь на 85% меньше, чем в прошлом году. Всего на территории региона произошло 923 лесных возгорания. И далеко не во всех случаях к этому привели те же грозы. По каждому случаю проводилась проверка. На данный момент возбуждено 20 уголовных дел. 6 за уничтожение или повреждение зеленых насаждений в результате неосторожного обращения с огнем. Еще 14 по фактам лесных пожаров, причинивших крупный материальный ущерб. По четырем делам установлены причастные к возникновению возгораний. Речь о происшествиях в Братском, Тулунском, Пустюдинском, Шелеховском районах. Сам пожароопасный сезон в лесах Иркутской области, начавшийся 10 апреля, продлился 180 дней. Он был пройден с наименьшими за последние пять лет потерями, что внушает оптимизм и надежду на то, что в следующем году поводов говорить про лесные возгорания у нас будет еще меньше. Алена Полоненко, новости по будням. Сгоревшая тайга – это не только экологические и экономические потери, но и в конце концов неприятная глазу картина. Чего не скажешь о парках и скверах, в которых так же, как и в лесу, любят отдыхать наши земляки. В Иркутске в этом году привели в порядок 17 таких объектов. Иван Занько проехал по некоторым из них и вместе с горожанами оценил плюсы и минусы перемен. По новым дорожкам Лисихинского парка жители города должны были пройтись еще в конце лета. Однако подрядчик отстал от графика. Зато теперь люди по достоинству могут оценить благоустройство. Здесь использовали природный камень, авторские опоры освещения. Мое внимание в этом парке привлекла вот эта конструкция. Их, кстати, здесь две. Она похожа на беседку с крышей. Но при детальном рассмотрении оказывается, что это самая крыша с отверстиями. То есть получается, что она может спасти в жаркий день от палящего солнца, а вот от летнего дождя или осеннего дождя она точно не спасет. И посидеть на этих лавочках будет, ну, как минимум, некомфортно. Детям, которые приходят сюда вместе с родителями, тоже есть чем заняться. Здесь появился большой дом в виде гигантской пирамиды с винтовой горкой и несколько качелей. Все это располагается на площадке, покрытой специальной резиной для безопасности. Но если к покрытию у людей претензий нет, то к самим развлекательным объектам их немало. Игровой зоной не совсем довольны. И это не только мое мнение, это мнение многих родительниц, мамочек здесь. Потому что здесь не совсем хватает оборудования. То есть я бы добавила сюда горку, я бы добавила сюда карусели. Не очень довольны этими качелями, которые не имеют ограждения. У них скользкая поверхность, дети слетают. В целом этот парк оставил лично у меня хорошее впечатление. Но все они улетучились, когда мы оказались у одного из выходов, где прямо на новой плитке красовалась куча песка. А рядом вот такой колодец. Но едем дальше. Следующая остановка – бульвар Постышева. Здесь не только заасфальтировали аллеи, но и установили оригинальные уличные фонари в форме ламп с абажурами. В вечернее время включается подсветка. Ночью выглядит, в принципе, неплохо. Выглядит неплохо за счет того, что посвечиваются деревья. И вот этого, например, не видно. Что не закопаны, вот эти торчащие какие-то штуковины. У меня ощущение, что лавочки просто перенесли с набережной бульвара Гагарина, потому что они старые, местами поломанные. Детям нравится, я честно скажу. У меня есть ребенок, ему понравилось. Он сказал, здорово, вечером. Но днем мои знакомые говорят, что это похоже немножко на перевернутые мусорные ведра. Поэтому впечатление своеобразное, скажем прямо. 534, 535, 536. Именно столько шагов мне потребовалось, чтобы пройти полностью эту зону променада. Кстати, именно так она называется на информационных счетах. От улицы Дальневосточная до улицы Коммунистическая. Правда, по дороге мне удалось насчитать только 13 лавочек. Но, видимо, променад все-таки от слова французского, что означает прогуливаться, значит сидеть здесь не получится. Зато вдоволь насидеться можно на набережной реки Ушаковки. Вместо склада здесь появилась зона отдыха, светодиодные фонари, раскрашенный асфальт. Но главными элементами, которые сразу бросаются в глаза, являются 12 не совсем обычных лавочек. Эти конструкции называются пергола. Древние архитекторы использовали ее для того, чтобы вокруг вот этих вот стоек вились вьющиеся растения. Например, виноградная лоза. Однако, мне больше напоминает автобусную остановку. Правда, без крыши. Узнать мнение иркутян об этой зоне отдыха нам, к сожалению, не удалось. За время, пока мы снимали сюжет, ни один человек не прошел мимо. Справедливости ради стоит сказать, благоустройство данной территории будет продолжаться. И, возможно, эта набережная станет еще одним любимым местом отдыха горожан. Иван Занько, Владимир Пинаев. Новости по будням. Чтобы здоровье горожан было в безопасности в Иркутской области, ко всему прочему, каждый месяц проверяют мясную продукцию. За 9 месяцев 2020-го специалистами санопитнодзора было взято более 1200 проб. 4% из них не соответствовали нормативам. Микробиологические исследования показали, что в составе были вещества, которые могли спровоцировать отравление. Также специалисты сняли с продажи почти 100 партий мяса общим весом порядка 300 килограммов. Во всех случаях готовить и есть. Эту продукцию было небезопасно для здоровья. Ну а тем, кто не любит готовить дома, а предпочитает блюда из кафе и ресторанов, стоит не отходить от экранов. В рубрике «Ценный выбор» расскажем о нескольких важных нововведениях, которые скоро коснутся посетителей заведения общепита. Сколько белков, жиров и углеводов содержится в блюде? Раньше посетителям кафе и ресторанов приходилось только догадываться. В 2021 году информация перестанет быть секретом. Заведение обяжет указывать в меню эти данные. Новые правила оказания услуг общепита утвердило правительство страны. Также кафе и ресторанам необходимо будет сообщать клиентам калорийность угощения, сведения о содержании в нем витаминов, макро- и микроэлементов. Придется раскрыть информацию и про то, какие в блюда добавили пищевые и биологически активные добавки, а также компоненты, полученные с применением генно-инженерно-модифицированных организмов. Кроме того, клиенты кафе и ресторанов получат право проверить массу заказанного им угощения, а заведение должно будет обеспечить возможность произвести такие манипуляции. Еще одно нововведение в чек запретят, включат чаевые. Впрочем, как и любые другие доплаты и комиссии, которые не касаются стоимости блюд и выбранных услуг. Алена Полоненко, новости по будням. Не только по ресторанам любят ходить жители региона. Для оценителей «Прекрасного» в начале ноября в столице Прибаикалия пройдет фестиваль современного искусства «Территория.Иркутск». В программу вошли спектакли ведущих московских коллективов. На суд зрителя на сцене Иркутского драматического театра представят постановку «Сван» и танцевальную зарисовку «Танцпол». Кроме того, состоятся читки современных пьес, каждая из которых будет преподнесена в виде театральных миниатюр. Над этим поработают ведущие российские режиссеры. В финале фестиваля «Территория.Иркутск» гостей ждет музыкально-поэтический вечер. Концерт под названием «Год без странствий» будет посвящен Италии. Заслуживает особого внимания сегодня рубрика «Повесточки». Ведь там расскажем о коте Джине стоимостью 10 миллионов рублей. Уникальных видеокадрах из листвянки 30-летней давности и книжном путешествии во времени, которое может совершить каждый в Иркутске. Все детали раскроем сразу после новостей спорта. 31 медаль за один турнир. Именно столько завоевали спортсмены Иркутской области на Кубке дружбы по легкой атлетике среди ветеранов. В составе сборной Рыбайкалия было 16 человек. Наиболее ощутимый вклад в успех команды внес Леонид Капитонов. Он стал чемпионом сразу в четырех дисциплинах. В толкании ядра, метании диска и молота, а также прыжках в высоту. На пьедестале почета чемпионата России по альпинизму также не обошлось без представителей нашей области. В дисциплине «Скайрайнинг-марафон» иркутянка Елена Кравченко быстрее всех преодолела дистанцию и завоевала золотую медаль женского зачета. В состязании мужчин третий результат показал шелиховчанин Дмитрий Голиков. Чемпионат и первенство Сибири по плаванию снова проходят в Иркутске. С сегодняшнего дня и до 11 октября в столице Прибайкалия более 350 спортсменов будут выявлять сильнейших в шести возрастных категориях. Сборную нашего региона представляет делегация из 80 человек. Данил Седов, новости по будням. Количество участников пока неизвестно, но если судить по предыдущим годам, то вполне можно ожидать повышенный интерес жителей региона к акции «Тотальный диктант». И в этот раз в Иркутске началась регистрация желающих проверить свою грамотность. Само мероприятие проведут 17 октября. Для этого в столице региона подготовят 10 площадок. Правда, каждая примет не больше 50 человек. Пандемия диктует свои условия. Так что стоит быть готовым к тому, что привычный вариант написания диктанта кому-то придется заменить на онлайн формат. Он тоже будет доступен в этом году. О других интересных новостях из разных уголков мира по традиции расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Едва ли кто-то откажется найти клад. В детстве это и вовсе была мечта многих. Материальные ценности прекрасны, но есть и другие яркие находки. О них сегодня и поговорим. Окунуться в мир редких изданий приглашают иркутян. В Краеведческом музее открылась выставка «Старая-старая книжка». Каждый экспонат здесь уникален, но есть несколько, на которые стоит обратить особое внимание. Например, праздничный стихарь. Это пример крюкового письма конца 18 века. А еще есть учебник на латинском языке. 1717 года издания. Нашли и опубликовали в интернете видео 30-летней давности с Виктором Цоем, когда он был в Листвянке. Эти кадры сделаны в мае 1990 года. Тогда группа кино приехала с туром в Иркутскую область. И, конечно, музыканты не могли не побывать на Байкале. В Листвянку они приехали на автобусе и затем прогулялись по набережной. Видео смонтировано под песню «Музыковом». А в Новосибирске кот Иловал Винсент, исполняющий желания, ищет новых хозяев. Владелица кота утверждает, что ее питомец исполнил заветные желания всех членов семьи. Так женщина очень хотела квартиру и однажды попросила Винсента исполнить эту мечту. И буквально через месяц все стало реальностью. А позже появилась еще одна жилплощадь и даже машина. Теперь хозяйка волшебного кота решила его продать, как она утверждает, чтобы Винсент мог осчастливить и других людей. Правда, просит за это аж 10 миллионов рублей. 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древних богов обнаружили археологи в Египте. Артефакты нашли в трех колодцах глубиной около 12 метров. Раскрашенные деревянные саркофаги были сложены под землей друг на друге. Ученые предполагают, что захоронение принадлежит династии фараонов, правивших примерно 2700 лет назад. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. Также не забывайте про наши аккаунты в социальных сетях и сайт www.nts.defistv.ru Я же на этом прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале и помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры создавал DimaTorzok